И вот снова, да, как будто мы не расставались, значит, вот вы зашли, да, только давайте, скажем, да, без эмоций лишних, вот, расскажите, какие ощущения, Настя, ну давай с тебя, первый, первый, вот твой, как бы, переступили порог всей семьёй, да, ну, сказать, что вы приехали троём, да, значит, я помимо... Да, да, семьями, значит, нет, ну, трое человек, да, у вас приехало муж, Андрюша, ещё Андрюша, вот, так что, ну и вот ощущения ваши. Я зашла, у меня руки трусились, у меня трусилось всё тело, ну, от счастья, не от шока какого-то, я услышала голос Давида, я разувалась, и как-то, я даже забыла, наверное, разуться, я полетела, его обняла, расплакалась, и всё, и он мне так сказал, говорит, ну, чего ты плачешь, ты же уже тут, всё хорошо будет, и всё, и мне так хорошо, я спокойно, и я как-то, вот, после того, как я его обняла, когда он меня обнял, я тогда уже, я успокоилась, что всё, я тут, значит, всё хорошо. Так, ну, Гуля, а твоя ощущения? Мне не верилось, что я наконец-то приехала, что моя мечта сбылась, и я наконец-то приехала, не верилась, мы ехали, вот, когда, я говорю, Настя, ты знаешь, говорю, у меня такие ощущения, у меня вот прям, у тебя бабочки порхают, вот такие ощущения, говорю, я вот, я не плачу, я радуюсь, вот, она говорит, у меня такие же ощущения. Приехали, когда я уже увидела, вот, вот, во очи доктора Давида, вас обняла, вот, я уже поверила, что я приехала. Ну, хорошо, хорошо, приехали, поверили, вот, всё замечательно, начались, ну, скажем, да, сеансы, процедуры, вот, познакомились с командой, четыре дня. Да, что за это время у нас, у вас, у нас, у всех, что с вами происходит? Давай с Гулиной начнем. Замечательные изменения, все знают. Ещё раз, ещё раз, сегодня четвёртый день. Сегодня четвёртый день. Второй день лечения. Второй день лечения, да. Первый день лечения, да. Всего в день пребывания. Да, я всегда изначально и в чате говорила, и доктору Давиду говорила, и вам неоднократно говорила. У нас родовая травма, вот левая сторона полушария черепа Дамира, вмятина, оно уже, череп меняется. Да, учитывая, что видно, лучше мы его подстригли. Череп меняя, подстригли, мы фотографировали, мы на видео сняли, череп меняется. И ещё, у Дамира, левая сторона части на шее, лимфоузлы увеличены, уменьшаются, уменьшаются, дистанционно уменьшались. А сейчас вообще, я даже сегодня, когда ехали на авто, Настя показала. Лимфоузл, конечно? Да, 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 уменьшается. Голя, ну, раз уже, как бы, мы с тобой начали говорить, сейчас мы перейдём к Насте. Вот, ну, ты говорила, что, да, вот, у тебя проблемы, здоровье. А что с тобой за эти два дня лечения? У меня? Да. У меня очень запущенные почки, очень. Я отекала. Ну, это, да, вот, очень сильно. По результатам. По результатам, вот, видите, сегодня, вот, уже футболка, вот, по футболке даже видно, что она мне свободная. Я приехала очень отёкшая, очень отёкшая. У меня почки болели, очень, с спиной проблемы, с позвоночником, после первого дня лечения, вот, ещё вчерашние вот процедуры. У меня такая лёгкость, нелегкость, ну, вообще хорошо. Уже почки не так, ну, не так беспокойно. Ты с тобой говорила, или мы тебе сказали, что у тебя такие-то проблемы? Вы мне сказали зимой, когда я позвонила вам. И здесь когда-то приехала, я... А, нет, ЕСЭФа сказала, когда мы были, я была у ЕСЭФа на приёме, она, ну, сказала, что вот так, хочет, у меня... То есть она сделала полную диагностику на 10 минут? Да, да, да. И действительно, там, где есть проблемы, в том месте, где работает ЕСЭФа, прям ушки, вот, прям, там такое, как будто мне утюг поставили. Вот, секундочку, прервём, вернёмся к Насте. Вот, если у тебя, как бы, да, ты понимала, что, ну, тебе, как бы, тоже надо лечиться. Настя не понимала, Настя, твои ощущения. Сейчас я хотела, Давид, можно вас поправлю? Вы сказали, за 10 минут диагностику. Я просто хочу объяснить, диагностику не на компьютерах, диагностику руками. Да, да. Как, я не знаю. У каждого специалиста, причём, в свои способности. Да, да, да. Вот, Настя, вот расскажи, вот, ты с этим столкнулась. Почему я об этом спрашиваю Настю, а не Гулькушу? Ну, Гуля, как бы, она была настроена на то, что вот у неё проблемы, и эти проблемы... А вот Настя не была настроена, то есть она, как бы, к этому относилась вообще никак. И вот поэтому её ощущения, они более, ну, скажем так, показательны, потому что она на это не была готова. Да, я была в шоке. Ну, вы сами видели мою реакцию. Нет, ну, я видел, это не важно. Вот расскажи немножечко о том... Ну, первое, я к вам попала. Я не знаю, что вы делали, просто нажимали тут какие-то точки, и говорите... Крайне-сакральной тропии. Ну, это называется, ну, это я потом расскажу, да, что это... У тебя порвана сляска на ноге, на правой. Что было с ногой? Было с ногой. У меня был вывих сильный, но мне не показало на рентгене, что разрыв, сказали надрыв. Но нога меня беспокоила очень. На каблуках вообще больно ходить. И без каблуков, особенно под вечер, ну, ноет нога. Ну, и даёт о себе знать. Кстати, она уже не ноет. Поставили, да, что-то сделали, что действительно легче ноге. Легче. Я могу спокойно вот стопой поворачивать, и я не ощущаю боли, не ощущаю дискомфорта никакого. Смешно это, но это правда. Вот. Потом какие-то вы ещё точки нажимали. Аркадий зашёл Давид, и вот руку на грудь сюда положил. Вы ещё сказали, Давид, руку останови. Ты, говорит, бронхитом недавно болела. Я говорю, ну, не то, что недавно, у меня хронический бронхит. Как, откуда? У каждого, да, у каждого свой секрет, у каждого из вас свой метод, но сказать, что я была в шоке, ничего не сказать, если честно. Доктор Асав нажимал где-то здесь, ну, в общем, по телу просто точечно, и подошёл, сразу сказал, что мне нужно тоннами пить спирулину, потому что у меня проблемы с печенью определённые есть. То же самое подтвердила Юсефа. Когда я зашла к Юсефе, я легла. Она руки положила на голову, никаких ощущений не было. Потом положила руки вот сюда, на переносицу. Если честно, я думала, что когда она руки уберёт, у меня там будет ожог. Потому что у меня полипы в носу, и пекло так вот именно с той стороны, где полипы. Ну, действительно, как будто грелкой. Как это происходит, я не знаю. Она мне сказала, чтобы я не пользовалась каплями. Я, на секундочку, уже больше трёх лет ежедневно капаю сосудосуживающие капли, потому что у меня нос заложен хронически. Она мне сказала, не капай, пару дней, пережди, говорит, это всё, ну, будет легче. И я не капаю, и я дышу носом. Да, мне ещё трудно дышать, но я спокойно дышу. То есть, если бы раньше я не закапала нос, я бы дышала только ртом. Сейчас я спокойно дышу носом, и вот просто за один сеанс. Там, где проблемные места, остаются красные пятна после рук Ресефы. Недолго, но они остаются, потому что там печёт, там горячо. Я не знаю, как она это делает, но просто это сложно поверить, пока ты этого не увидишь непосредственно. Главное, не в тепловых ощущениях. А главное в том, что, да, результаты. Результаты. Она мне сразу сказала о всех проблемах. И, ну, я просто, ну, как бы на камеру не очень хочется говорить достаточно, ну, такое личное. Просто учтём, что всё то, что вы рассказывали, извинения, это было за один день. Да. Так и названы были те проблемы, о которых, ну, я знала, что они реально есть. Я до этого, ну, я не говорила. Я и вам не особо говорила. Хотя вы мне на протяжении всего времени говорили, что у тебя с правой ногой. Мне не нравится твоя правая нога. В общем, я так думаю, что я хотел сказать, что ты ногу-то на экране не показывала. Не показывала. Специально. Ну, это действительно какое-то волшебство, я не могу по-другому сказать. Ну, и давайте мы немножечко, да, подытожим наше интервью такое эмоциональное, да, длинное. Потому что я надеюсь, что мы ещё увидимся на время, за время вашего здесь пребывания. Может быть, даже не один раз. Просто поговорим о том, какие результаты и как вы вообще, ваши впечатления. Вот, может быть, первое, это было что-то ошибочное, что-то вот такое, а дальше будет скучное и непонятное ничего. Вот мы к этому вернёмся и поговорим. Не, речь не об этом. Речь вот как бы нам интересовали ваши первые впечатления. Вот за эти два дня лечения, тем более, что второй день у некоторых специалистов ещё предстоит вам пройти сегодня. То есть это практически было за один день. Вот. И, ну, традиционный такой, да, на прощание просьба такая, да, сказать мамам вот без всяких вопросов вот то, что у вас есть, хочется высказаться вот и сказать мамам, семьям, детей, которые вот ещё не определились, как помочь ребёнку, которые ищут, вот как вы искали, да, вот, которые смотрят вот и там где-то сомневаются, вот просто сказать вам для них какие-то пожелания, какие-то рекомендации, вот просто то, что вы хотите сказать на весь мир, на аудиторию, вот у вас сейчас есть такая возможность. Что бы я хотела сказать, это то, что очень многие скептически относятся, да, к этому. Но я хочу сказать, мамы, вы понимаете, если вы готовы вытащить своих детей любыми способами, просто попробуйте, это бесплатно. Дистанционно это просто бесплатно. Вас никто не заставляет в это верить. Вы сами в это потом поверите, когда увидите результат после первого сеанса. Ну, что тогда, когда вы родители не только есть желание, вера, вера, да нет, и ещё и действия. Ну, определённо. То есть просто позвоните, считать ворон нет. Вот смотрите, вот что прозвучало, вот я акцентирую на это внимание, и Настя, и Гуля, они говорили, что они вот всё время, да, но не получается, не дозвониться. Понятно, что звонят со всего мира, поверьте, звонят круглосуточно, из-за разницы во времени, из-за всего. Кто-то вообще даже не понимает, что там, вот это и Давида, и у меня такие звонки, вот и в 2 часа ночи, и в 3 часа ночи, вот у меня телефон вообще на подушке лежит рядом, вот там, где должна быть вторая голова, там лежит телефон у меня. Подтверждаю, даже в 2 часа ночи, а в 3 часа. Да, значит, так к чему я это говорю? К тому, что дозваниваться. Вот если родители хотят, если они настойчивы, это не потому, что мы специально создаём препятствия, чтобы их преодолевали, просто физически невозможно и нереально. Вот, учитывая ещё, что мы работаем, мы проводим сеансы, работаем, скажем так, с больными, которые здесь живут и приезжают к нам во всё остальное время, про которое вы не знаете. Поэтому рабочий день практически круглосуточный. Ну вот, у Давида хоть шаббат есть, когда он отдыхает, у меня не получается. Почему? Потому что я живу не здесь и ко мне приезжают в другой город, 2 часа езды отсюда. Так вот, просто нужно быть настойчивым. Настойчивым. Вот, и вот это даёт результат. Результат даёт. И не говорить, что «Ой, я стесняюсь, ой, беспокоюсь». Ты хочешь помочь своему ребёнку? Мне нужно ещё стесняться. Вместе того, чтобы пичкать ребёнка пилюлями. Да, вот я вмешал не вмешиваться, да, вмешался, извините. Вместе того, чтобы пичкать пилюлями. Регламент время. Да, так вот, да, так вот, как говорится, последние слова сегодня. Вы просто звоните, дозванивайтесь. Попробуйте. Попробуйте, попробуйте. Даже скептики попробуйте. Да, на собственной шкуре, вот как у меня, как у Настя. Мы просто звонили, получали сеансы, воспитывали своих детей, воспитываем своих детей. Медитация. Если ваши мужья стесняются, медитации никто не видит. Медитация от Есефи – это волшебство. Это отдельная тема. Да, это отдельная тема. Я Репдамиру, хотя у нас в чате пишут, да, всякие там витамины, я Дамиру абсолютно никакие витамины не даю. Потому что, как мы познакомились с доктором Давидом, он, у него рацион хороший. Так, Гуля, мы к этому давай вернемся. Да, на том, что вы сказали, да, вот заключительные слова о пожелании родителей. Ну, что, как говорится, девушки дорогие, спасибо вам за время, которое вы нам уделили. Вот, пожелаем вам удачи, здоровья, веселого, хорошего настроения, успехов, да. Ну, и надеемся, что где-то через некоторое время мы здесь встретимся, там, в том же составе, по отдельности. Неважно, это мы решим позже. Вот. Ну, а пока всего доброго, всем здоровья, всем удачи, всем веселого настроения. До свидания. До свидания. До свидания.